друзья всем привет привет продолжаем мы же договаривались что мы теперь будем снимать весь этот вот болта логический формат рассуждение надо продолжать и сегодня как раз таки на фоне последних наверное постов до наших контакте не не постов я же сказал давайте будем делать так чтобы людям не скучать кто не все в восторге от того что эфиры проходят в контакте вот вчера был прямой эфир в контакте вот я предлагаю по горячим следам от этого прямого эфира в контакте записать вот этот видос для тех кому комфортнее все-таки смотреть на ютубе тема у нас была друзья следующая мы вчера решили поговорить о нашем сервисе ну сервис клинликар я имею ввиду не автосервис не стелок сервис клинликар то есть мы делали классную штуку как мы серёгой всегда говорили самый главный параметр который мы преследуем это сделать то куда бы мы сами могли обратиться потому что делать такую услугу который ты знаешь как она на самом деле работает и я бы не стал ее клиентом это немножко не про нас вот и мы решили людей поучить как нами пользоваться потому что мы собираем обратную связь мы слышим ваши комментарии вот отзывы я специально читал готовясь к нашему эфиру то есть там многие люди респект им огромный когда пишут не просто там да ребят спасибо круто даже мелочи которые знаете вот они в целом на работу не повлияли но это здорово потому что мы можем на них обратить внимание таким образом и пожалуй до истории тех людей которые говорят там обращались туда обращались туда это не то что там где-то что-то плохо в копилку тех историй что надо принять решение знаете типа учиться на чужих ошибках в том числе кстати спасибо отдельно скажу за отзывы за честные отзывы вот дима так скользь прошелся поэтому очень приятно когда вы благодарите нас но даете нам маячки до давали нам маячки в которых нам надо отточить и совершенствовать нашу систему как раз таки или задуматься то есть вот конкретно один отзыв от нашей клиентки мне очень понравился потому что реально надо учитывать оказывается ну вот смотрите да я вот сам скажи ну да я сейчас расскажу я просто больше про то сейчас хотел сказать вот мы с серегой всегда подходили к этому как услуга для себя чтоб я обратился но я-то по-другому разбираюсь в автомобилях но я-то знаю рынок а вот девушка которая обратилась она не так разбирается и она пишет что очень классно получилось на контрасте то что мы там вынуждены поменяли исполнитель один наш парень просто в отпуск ушел соответственно 1 он давал сухую информацию то есть проверка и вот все по пунктам до проверка классная но на эти девушки не хватало пояснить что это значит вот здесь что значит как это в рынке насколько это хорошо для автомобиля и она горит там все круто ну как бы как бы не мало что с этой информации делать да в том числе а потом говорит когда приступил другой эксперт говорит вот просто начался кайф все происходило то же самое только еще с комментариями от эксперта что ну для этого автомобиля это не очень вот здесь это преимущество то есть такие пояснения уже пошли поэтому вот эти вещи ну как я всегда говорил мы собираем все общие наши практики то есть наших лучших не так не хочу говорить лучших экспертов у каждого эксперта есть своя фишка на самом деле которую мы отмечаем сами благодаря клиентам а потом внедряем как общий стандарт работы поэтому да вот эти все вещи они это не простое сотрясание воздуха мы они действительно уходят в работу вчерашний эфир я правильно понимаю то есть ты проводил эфир основываясь на том что мы делаем систему максимально прозрачную чтобы все работало как часы и при этом люди все равно не всегда могут воспользоваться всем тем за что они платят ну как бы вот я так в общих чертах грубо говоря да это знаете вот я люблю аллегории серёга меня знает это как будто ты едешь в жарком питере летом ну когда вот это наш и влажности 30 на градуснике короче просто переплевался капец весь там мокрый доехал до пункта назначения тебе говорят а чё ты кондита не включил вот так можно было вот что-то из этого то есть смотрите друзья давайте теперь пройдемся поэтапно первое это момент обращения к нам сразу же расскажу ту историю которую рассказал вчера в эфире была история приехали два парня на заключение договора я как раз был в офисе и слушаю историю то есть друг просто приехал чтобы посмотреть как мы работаем то что не уже есть некий опыт и он но когда мы заключили договор я провел консультацию друг нашего клиента рассказывает историю а мне вот но я обращался в подбор услуга крутая но у меня получилось не очень почему потому что подобрали nissan x-trail у которого лег вариатор буквально там через две недели или не мы нет нет ни мы не помню истории я понял я просто не сказал детали нет не мы лишь говорю другой подбор неважно какой и он рассказывает работа проведена была классно у меня в работе парней вопросов минимум по поводу вариатор он говорит ну вот я считаю что это их вина я говорю но они что-то говорили про вариатор нет не говорили и мне вот когда я позвонил не так и сказали но вариатор мы гарантию не даем в договоре это прописано спасибо до свидания и мы когда ну мы начали копаться в этой истории он говорит меня не проконсультировали сам я думал что это просто автомат а потом вот такие вот сюрпризы друзья сегодня наш монолог длинный и нудный но очень полезный подчеркиваем продает пройдет под эгидой такой вот фразы самое заинтересованное лицо в качественном оказании этой услуги в конечном продукте это вы друзья поэтому бдить придется самого начала и до конца неважно к нам вы обращаетесь не к нам да у нас крутая система да мы много контролируем у ребят это сегодняшний совет они будут очень дельными для обращения в любую компанию надеюсь но в первую очередь я конечно хочу затронуть нас вот соответственно станет этому парню но вернее не так стало этому парню легче от того что в его головняке виноваты другие нет не стала поэтому друзья если вы обращаетесь за подбором первое разберитесь в автомобиле который вы хотите заказать да мы консультируем но тут просто нужно определиться тогда говорите там мне нужна ваша помощь поэтому если сказать про вот это вот первое касание с компанией смотрите обязательно скажите мне нужна консультация я даже выбрал автомобиль но форумы статьи это одно друзья факты которые там сыпятся с нашей истории подборов сервисов которые мы работаем это совершенно другое поэтому подчеркиваю если вы хотите получить консультацию но обязательно об этом скажите потому что я не хочу сказать что вот те ребята не доработали я просто знаете вот почему я не люблю говорить про других то что мы могли и сами так сделать ну запросто но приехал ну или за замотался не сказал человек пришел и заказал исключительно x-trail то есть кстати безвариантно вроде человек заказал конкретную машину да поэтому думал что кстати изучить информацию я вам так скажу вот однажды я слышал такой упрек что зачем я должен читать информацию культ в интернете если есть и вы с консультацией живой пример все знают про раздутые проблемы g4kd на корейцах вот это реальная ситуация там у димы не присутствовала это был разговор у меня звонит один клиент и спрашивает вот я хочу киа спарта вы знаете проблемы там про то что из задиры и так далее он говорит ну нет это что там корейские же самые надежные автомобили грану смотрите у них есть там проблем в поршневой группе она связана с тем то тем то тем то тем то на что мне клиент сразу сказал о не ну давайте тогда что-то альтернативное но мне понравился другой звонок это вообще как бы ну спустя время звонит человек и говорит хочу киа спарта я говорю смотрите я должен вас предупредить по поводу двигателя на что мне говорит слушайте я пересчитал столько формов нашел на драйве офигенного механика мы уже с ним списались он сказал покупай приезжай я тебе за недорого все сделаю переберу будешь ездить наслаждаться зачем вот я человеку грубо говоря хотел проконсультировать но он уже нашел решение сам той проблемы которые я хотел ему сказать поэтому все относятся к разным болячкам по разному совершенно верно то есть вот будучи клиентом любого автоподбора мне бы не нужно было вообще консультант нет стоп вру возможно я бы что-то не знал мне бы это рассказали но я принимаю завершенное решение поэтому первое касание когда нос компании когда вы хотите получить какую-то там информацию консультацию друзья скажите об этом потому что я еще раз повторю вам легче не станет потом когда вы купили к это проблемные автомобили только после покупки не станет узнаете о нем все вам от этого легче не станет что виноват например в этом я понимаете поэтому если вы в чем-то не уверен да и в принципе на всякий случай скажите вот проконсультируйте меня прям по моему выбору казалось бы это очевидный момент но у нас сколько было людей которые приходят вот придут в офис заключать договор приходят говорят смотрите я уже знаю какую машину хочу я хочу opel astro j gtc 1.4 turbo на автомате вот я хочу именно ее я вот про нее почитала но это опять же девушка сказала отзывы то есть мы такие ну вы почитали хорошо она почитала отзывы машины классно ей классно рулится так далее мы это не понимали что она почитала отзывы они не действительно все нюансы которые могут взять в эксплуатации понимаете поэтому действительно просите консультацию потому что мы не всегда знаем что вам она нужна мы не можем угадать иногда этого да так следующий момент давай подумаем мы прошли момент консультации что происходит дальше заключение договора параметры очень важный момент друзья сегодня в нашей группе вконтакте развернулась очередная бойня по очередному закрытию где автомобиль куплен достаточно дорого до интересный с кучей плюсов с маленьким пробегом обслуженный но для нас вот для нас всех с вами автолюбителей всегда параметр цены достаточно важный так вот что я здесь хочу сказать параметры в которые вы загоняете автоподбор это на самом деле штука которая может сработать против вас давай вот серьезно пройдемся пройдемся конкретно по этому случаю который вот сейчас вот там шумит пока мы записываем это видео один клиент о нет книг клиент подписчик сказал ребят вот вы моему коллеге нашли автомобиль который ну вот я считаю что вот вообще прям так себе посмотрите вот и большая цена нюансы год и цена и вот он серёга отвечает по на этот комментарий вроде ты да я ответил но так а спросите почему человек купил этот автомобиль и он говорит да я сам шоке я его спрашивал говорю купи мою королу там цена кстати крутая реально вроде королы кроме красным элемент да честно про грит купи мою королу а как он классно написал типа а он уперся что ему нужен минивэн да или что он там написал форм-фактор вот и сейчас прямо сейчас он приходит происходит другая интересная ситуация смотрите есть в работе подбор который ну вот моя ставка 90 процентов что он не закроется он уже не закрылся за два месяца ну так это вот у нас есть такой договор когда мы вот ну не верим в его закрытие поэтому мы оказываем здесь чистой воды услугу значит смотрите-ка история подбор а даже вот смотрите он бессрочный я ставлю 90 процентов даже больше кстати что он не закроется и внимание друзья если он закроется с огромнейшей долей вероятности что это будет отчет в котором будет достаточно высокая цена куча нюансов куча но вот такой вот автомобиль и все со своей колокольни на оценивает этот автомобиль но реально бюджет на него высокий не средний не низкий высокий и вы смотрите офигеть блин чё тут искать это же дорого это же есть клиент потеряет ваши после продажи этого автомобиля и бла-бла-бла по списку но вот теперь интересно мы хотим сейчас предложить клиенту продолжить этот поиск но все-таки смягчить параметры на что нам эксперт говорит вы знаете бесполезно потому что обсуждалось уже это с клиентом неоднократно ну то есть мы думали он же рынок уже увидел уже будет проще убедить человека нет нам эксперт сказал очень жесткие рамки и за время поиска он еще их более сильно сузил один цвет один цвет салона то есть два вот этих жестких параметра по пробегу да там достаточно ниже среднего и очень жесткие требования по комплектации а потом а потом в недоумении люди пишут задорого нюансы игру да вы же не вникали в эту ситуацию как вы можете оценивать вообще вот это вот закрытие не зная водных банально не зная вводных и у нас на канале кстати есть один интересный пример по закрытию nissana ноут где у человека был основной из факторов самый вот прям первоначальный чтобы ни одного крашеного вторичного элемента не было nissan ноут куплен не в богатой комплектации в итоге задорого средний подбор и и в комментариях прямо писали что почему такая цена за посредственную машину она непосредственная она просто была единственная в течение долгого времени которая оказалась без единого крашеного элемента клиент сказал я такую и хотел да поэтому друзья тут сразу надо определиться то есть тут получилось в принципе пояснение нашим подписчикам потому почему такие ситуации возникают и пояснение вам как клиентам которые будут обращаться к нам в автоподбор другой автоподбор друзья не бойтесь издать параметры для поиска вы сразу вот понимаете это ведь страх ну типа блин дам слабинку сейчас дам пробег больше все это и будет машина с большим пробегом и прочее прочее я понимаю откуда эти страхи люди жаловались рассказывали как это все работает я понимаю что действительно ну да в слабинку может так все и закончится но друзья мы столько всего сделали для того чтобы это так не происходило конкретно в работе с нами то есть расскажу по нашим регламентным штукам внутренним вам не могут предложить такой вариант если не проработаны варианты более интересны и поэтому если вы дали нам свободу выбора мы вам никак не можем предложить вариант который например дорогой в простой комплектации давайте просто пройдемся только по хорошим машинам без нюансов то есть мы например вам предлагаем самом верху вашего бюджета автомобиль ну да хороший но а пустой но самый пустой ребята что должно произойти на мой взгляд здесь в так интересно открываем авито автору и смотрим так дешевле в более богатой комплектации еще там какой-то вариантом с меньшим пробегом вы кидаете вот эти ссылочки и говорите дорогой друг пожалуйста предоставь мне информацию по этим вариантам собственно мы это раз ну первый момент мы это отслеживаем самостоятельно то есть мы прямо много для этого делаем второй момент мы сейчас внедрили штуку с грубо говоря срезом рынка то есть ну на старте мы это всегда делаем теперь еще мы вот так вот это периодически чекаем чтобы вы вообще вот этот вывод могли сделать даже и не ну не залезая в авито во вторую а кстати просто кликнув по ссылке у вас откроется выборка по вашему запросу то есть все максимально удобно для вас становится поэтому не стесняйтесь вы заплатили за услугу многие пишут ну вот ладно там сначала нас обвиняли в том что мы рекомендуем такие машины вот вы же подобрали когда хейтеры поняли что блин а у нас оказывается не как у всех у нас рекомендации нет у нас начали обвинять другом ну правильно вы же подвели вы там мы короче вы давили вам совет смотрите многие наши клиенты знают что в рабочем чате состоит состоите не вы напрямую с экспертом один на один и все там целая толпа людей которых разные задачи человек поэтому чтобы вас не учить там кому обратиться и все вы и что там дальше делать вы банально в рабочем чате пишите help да я не понимаю что происходит правда ли это а почему мне эксперт пишет то-то ребят у вас есть рабочий чат это офигительный инструмент для того чтобы прям в нужное русло за загнать подбор и для того чтобы кстати потом если возникнут вопросы к нашей работе разобраться так в рабочем чате помимо эксперта который ищет вам автомобиль обязательно присутствует лично его руководитель который поверьте он на вашей стороне он на вашей стороне и он перепроверяет отстаивая ваши интересы автомобилю эксперта и помимо этого есть человек из нашего такого отдела контроля качества который сразу просто которого на которого не эксперт не старший эксперт не любят потому что он заточен именно на те вещи которые важны клиенту он их чекает и если грубо говоря что-то не так вы пишете что прямо в чате можете смело писать у вас вам что-то не нравится поверьте эта информация сразу разлетается доходит до нас в том числе что что то есть понятно что такое количество чатов я физически не успею никак контролировать но есть маркеры на которые мне просто вот этот самый сотрудник он у меня просто красная лампа на телефоне загорается что убираем ситуации поэтому друзья подытожим этот момент вы заключили договор не бойтесь давать свободу выбора потому что обидно когда мы еще вот эти вот узенькие параметры все хорошие автомобили там выставляются продаются они проходят мимо нас и мы в конечном итоге а кстати как работает против вас вот эта штука когда человек готов понизить параметры требования он устал ждать он дал обширность вот эту а потом просто хватает первые живые автомобили мы такие блин ну такой себе подбор мы сабыли намного интереснее варианта да но мы их упускали а теперь закрыли просто вот потому что говорит у меня уже сроки ребята мне уже надо машину покупать поэтому все таки давайте подытожим а то и отвлекся договор не пытайтесь загнать в рамки до одного-двух автомобилей дайте свободу выбора и работайте участвуйте не стесняйтесь требовать и просите о помощи ну нас ну то есть мы через обращение в чате это все увидим двигаемся дальше хочу комментарий прямо на параметры и рамки opel mokka последний закрытый который полный фарш видео появится буквально со дня на день и на час на монтаже машины ну вот вы посмотрите там ну комплектация просто божественная на что мне понравилось как сказала наша клиентка ирина да она сказала блин я рассчитывал что хотя парктроники были вот кстати это крутой пример это люди пишут вот сейчас опять же негативный отзыв на который вчера давал ответ люди пишут но я ожидал там что мне подберут классные автомобили игры так это хорошая а вернее и мнением у вас же есть такие подборы на стене в группе вконтакте их очень много и мы постоянно об этом ведь говорили еще из незапамятных времен что друзья если вы даете возможность поискать такой вариант действительно можно найти а когда вы не даете вариантов поискать автомобиль может быть не найден вовсе да и договоры с сроком действия в два месяца определенные категории замечу не всех они у нас появились то всего пару тройку месяцев назад потому что честно мы устали друзья искать автомобили срок поиска которых переваливает за год а потом клиент пишет но я понял что это невозможно все ребят спасибо за попытки до свидания нас есть антон он занимается подбором на это за него так про антона мне нравится его формулировка есть действительно хороший автомобиль а есть белый с климат-контролем из зимней резины понимаете что-то в этом роде да может там жестковато грубовато но в целом правда я считаю все нет двигаемся дальше а теперь поговорим о финале в принципе поиска то есть смотрите давайте еще раз помним мою любимую фразу спасение утопающих дело рук самих утопающих самое заинтересованное лицо в классном варианте это вы сами я всегда говорил да не надо нам верить вы должны понимать как система работает и умело ей пользоваться собственно вы понимаете что есть уже кандидат на покупку если вы ощущаете давление такое было потому что клиент вот ну вот в той самой ситуации в которой разбирался клиент на мой взгляд воспринял давлением те вещи что наш эксперт отловил офигенный автомобиль а за ним уже очередь он говорит надо решить серьезно мне ну меня тут дергают клиент отказывается в качестве подтверждения то того что мы говорили правду машина сразу уходит то есть она была куплена сразу после отказа нашего клиента подборе такое не редкость когда автомобиль выскакивает она действительно оперативно принимать решение вот правило и что многие воспринимают это как мы заставляем покупать да вот поэтому друзья смотрите давайте так я представляю себя на вашем месте я наш клиент и клиент который не очень ориентируется в этом всем или например я занят я не хотел вообще вникать в что там происходит в этом рабочем чате я сказал своему эксперту суши и разбуди меня когда будет вариант на покупку ну типа того да вот хороший отчет я получил что я сделаю первым я открываю вот эту самую ссылку или вот это самое авито а вторую смотрю а если действительно пропущены экспертом варианты по которым не не отчитались вовсе например я убедился что их нет ну зачастую вот именно так с нами происходит их попросту нет окей с этим неплохо двигаемся дальше например то самое давление я не уверен что это крутой автомобиль там вот эксперт говорит очередь а вдруг он лукавит что делать сос в группе ну вот честно ребят но репутация она как-то важнее но спросите лично вот напишите а мне важно имя ой мне не дмитрия а мне важно мнение сергея вот я хочу вот как вспомните сергей там все говорил автомобиль вот который я бы купил вот напишите ему ты бы купил вот серега напишет так что вы понимали если нет неоднократно было такое что я клиентам мог сказать что ну очень спорно кстати один раз даже отказались вот так я вчера кстати в эфире вспоминал эту историю это наш клиент обратился я очень запомнил эту историю потому что клиент решил реально вот уже все уже покупается машина практически вот он едет домой забирает деньги едет на сделку я ему позвонил или он мне позвонил чем надо было посоветоваться мы посоветовались я глюда в рынке это офигенный вариант у него ряд преимуществ это прям ну честно говорю конфета и понимаю что на том конце провода или как это да да вот но мы знаем ребят настолько закрытие проводили мы знаем что такое покупка вожделенного варианта я думаю блин да чё ж такое цена космос машина космос что такое то я говорю слушайте ну вот что то не так нет вот все хорошо все отлично вот пока я просто вот не задал вопрос в лоб и чувствую что вам машина не нравится в чем дело расскажите мне ну просто я знаю как люди относятся к покупкам своего вожделенного варианта он говорит вы знаете никогда не покупал бы автомобиль всегда были машины новые еще жизненные обстоятельства заставили задуматься покупки был я понял что это не моё но вот просто там я вижу банально что на этом сиденье сидели и мне некомфортно я вижу что этим рулем рули ли и мне некомфортно игры так может не стоит покупать то чего некомфортно он такой блин мне неудобно я же заказал услугу эксперт такую работу проделал игры в сушки вот честно вот правда вы сейчас готовы купить автомобиль из-за того что вам перед нами неудобную да я говорю нет стоп давайте все-таки не надо и человек купил новый автомобиль он там в лес кредит я не знаю там но вот мы вышли из ситуации так потому что да конечно же у нас рекомендовал уже неоднократно я знаю потому эту историю 100 собственно и запомнил но друзья это очень важный момент вот если мы даже не заработали закрыв заказ мы заработали пару-тройку новых клиентов поэтому вы поймите что даже с экономической точки зрения это все очень важно это все работает поэтому если вы чувствуете неуверенность какую-то там целая куча людей в рабочем чате которых вы можете спросить о своем мнении прямо напишите ребят вас тут слишком много вот напишите каждое свое мнение вот и сейчас все начнут так делать или я опять офигею ладно в принципе вот с этим мне кажется понятно кстати по каждому пункту пишите отдельно вопросы будем разбирать и понимать как наша система готова на них ответить очень важно друзья кто досмотрел до этого момента значит вам тема действительно интересно пожалуйста прямо в комментариях под этим видео напишите вопросы которые мы могли не затронуть очень важны для вас о том как мы работаем как работает автоподбор очень много вопросов бывает о которых мы даже не подозреваем мы ответим на все вопросы тех людей кто поставил лайк этому видео ты не узнаешь об этом него как смотрите и еще очень важно смотри ты во первых сделаешь разбивку вот эту до каждый этап на каком вопрос к новому этапу да это будет очень удобно для людей и еще момент смотрите есть также неудобные вопросы про откатные схемы про всякие штуки и вы их тоже обязательно задавайте мы просто в следующих роликах расскажем как наша система это предусматривает это да это знаете многие вот понимают что блин это же опасность но как-то неудобно ребят спросить обидится потому что я их заподозрил в нечестности нет я в прямых эфирах друзья говорю задавайте неудобные вопросы у меня нету дима любит говорить одну и ту же фразу всем клиентам который приходит на консультацию либо на договор это почему вы должны нам верить да почему вы должны нам верить я считаю что услуга основанная на доверие это ну не в доверие к бренду это классно лояльность вернее вот лояльность наверно правильно но доверять просто человеку на мой взгляд не стоит ребят а вдруг я уже зажрался я уже давно не тот и кроме денег не описали пару раз и кроме денег мне вообще ничего не интересно все выжми из клиента деньги все и забыли про него поэтому я езжу на снова но но 210 уже тысяч пробега кроме шуток стать я могу кое-что сказать на этот счет друзья мы живем в эпоху уже вернее в то время когда если с вами поступили нечестно вы можете сделать так что об этом не как когда-то знаете об этом знаю только я и вы сейчас легко сделать так чтобы об этом узнали просто тысячи людей и просто один просто хреново отработанный заказ он может погубить вообще всю репутацию компании поэтому подумайте об этом тоже вы давайте вот будем считать меня алчным человеком который считает только деньги но так как башка у меня все таки работает на мой взгляд я считаю что это просто экономически невыгодно серьезно вот работать плохо мое личное убеждение экономически невыгодно мы приблизились к тому что вы убедились в том что машина норм все мы там толпой написали да вот потому что да и вы покупаете этот автомобиль сначала дам рекомендации как это все работает кстати давай посмеемся над этой штуковины и как вот помнишь раньше все говорили друг эксперт ну типа вот у меня друг экспертом не найдет тачку смотрите все почему-то забыли про этих друзей экспертов типа ну да есть теперь автоподбор и действительно автоподбор обосновал почему друг эксперт немного может быть не в теме налажать и это реальных много историй от наших клиентов вспомните про друга который шарит чтобы проверить автомобиль финальный приводить его на закрыт да и тут он просто может задавать правильные вопросы он может попросить показать а что вы проверили и как вы проверили а как вы вот это проверили а почему вы здесь вот это это может быть вам очень полезный друг но друзья ничего страшного если такого друга нет как вы поступаете на финале вы получаете лист итоговой диагностики получили лист итоговой диагностики если вы не разбираетесь и есть какие-то сомнения друзья не надо восторженно бегать вокруг автомобилей говорит все я покупаю нет давайте будем бдительны берем лист итоговой диагностики и погнали покажите мне вот это вот это вот это вот лично я не разбираюсь бы просто попросил давайте пройдемся по листку диагностики вы мне просто покажите наглядно каждый ваш этот пункт это здорово потому что друзья мы даже добавили рекомендацию пройтись как дима сейчас говорит в конце листа диагностики прямо написано серьезно возьмите листиках настики 2 пусть он эксперт на сегодня вот когда новые дадим на все эти пункты вам продемонстрирует надо мобили мы это прям учли опять же вот в работе да и кстати тут стоит пояснить друзья забегая наперед я думаю мы наконец-то решимся сделать очень интересную штуку и рынок к сожалению это вынуждает сделать вожделенные вами гарантии на двигатель и коробку они будут они будут без дополнительных плат как мы раньше это обсуждали и сняли даже отдельный ролик на эту тему мы просто исходили из очень справедливой штуки как я часто говорил выбор ваш ответственность наша нет вот это мне не нравится если вы прислушиваетесь к нашим рекомендациям в поиске тогда да мы разделяем эти риски даже готовы взять эти риски на себя на там каких-нибудь пару месяцев а теперь хочу пояснить вот то что многие не понимали как работают вот гарантия которую мы всегда заводим нам были постоянно звонки ну как так другие дают гарантию полгода два месяца даже год кто-то давал уже не дают уже не даже жулики перестали кстати потому что поняли что но никто не верит в год гарантии на машина с пробега были такие вопросы почему у вас нету такой гарантии на основные узлы агрегата все остальные дают вот объясни этот момент это важно это реально важно блин да во первых смотрите первый момент это гораздо выгодней то есть дать гарантию на двигатели на коробку это гораздо выгоднее потому что это случится в очень маленьком проценте случаев мысль мы не новый год близится к своему финалу мы подводили итоги значит смотрите за все время наши работы клиенты которые столкнулись с двигателем или коробкой это пальцев одной руки хватает пересчитать причем если не будет хватать на руке пальцев до жесткая шутка очень мало всего за все время по моему три ситуации это к нам вопросы были только в одной и это обидная ситуация потому что мы всячески пытались оградить от этого выбора компенсировали мы компенсировали кстати да самое прикольное вот то есть понимаете где бы это все нас настигло второй момент но я сколько раз уже говорил ребятки но написать на сайте на дверях компании на заборе перед нашим офисом можно все что угодно читайте договор и когда вы читаете этот талмуд что попадет в гарантию что там по подвеске вам могут вообще ничего не отписать вот ну живой пример нам клиенту подбирали вот здесь питере автомобиль дорогущий по подвеске насчитали на 150 когда он предъявил ему сказали почитайте внимательно договор тысячи одно условие где гарантия не пока потому что да это резиновый элемент это элементы износа и вообще это двигатель и коробка извините до свидания поэтому куча нюансов то есть получается что вы должны стрясти условия качественное оказание качественного оказания услуги качественной проверки релевантности информации но вы понимаете вот это же как в салонах когда-то сработал вы хотите чтобы они взяли на себя ответственность я понимаю я не обвиняю кстати этих ребят вот я хочу сразу позицию обозначить я не обвиняю их вы как клиенты их туда загнали вы виноваты в том что происходит мы породили перекупов которые занимаются подгоном вариантов под нереальные критерии клиентов это к сожалению мы в том числе виноваты с вами поэтому смотрите мы давали гарантию ровно на то что проверяем в листке итоговой диагностики все что не соответствует действительности мы это компенсируем и более того вот многие говорили всего лишь 14 дней как это работает мы вам даем возможность перри проверить нас знаете как мы часто говорили ну вот я например на заключение договора говорю людям смотрите у вас есть 14 дней чтобы обязательно вам нам вам надо пройти первое этого ребятки вы не знаете чего вас двигателя залито поменяйте все это вот на то кстати вы когда пойти в большинство сервисов вам комплексную диагностику проведут абсолютно бесплатно поэтому вы скажите вот мне машину подобрали посмотрите пожалуйста все ли они внимательно проверили вам говорят вот это вот надо поменять вы смотрите а здесь-то сказано что с этим все ок вот это вот наша ответственность друзья поэтому по сути абсолютно все что мы проверяли вот а за это абсолютно все мы несем ответственность а теперь а теперь просто если вы хотите но я понимаю что есть клиенты и те и другие те самые клиенты которые наших вот коллег по цеху загнали вот в эти условия что они стали вот давать вот такие вот гарантии мы решили тоже их потребность закрыть ok вы хотите чтобы мы несли ответственность за двигатели коробку ребятки придется послушать наши рекомендации по покупке вот в принципе и все как это будет работать на мой взгляд откровенно и честно прозрачно изначально и честно потому что если вы решили выбрать но вот последний диалог понимаете зачастую эти люди которые кстати ты не дашь соврать ста процентах случаев когда спрашивают задают первый вопрос про гарантии типа а что будет если у меня накроется двигатель ребятки дальше польются параметры которые будут извините жестью последнее то что я обсуждал с клиентом это премиальный автомобиль за 500 тысяч рублей и я не готов разделять риски по покупке такого автомобиля я честен прям вот здесь с экрана прям живую историю скажу когда-то вы знаете у меня есть там обзор на гольф плюс который я покупал и он был на dsg я как любой из тех кто звонит нам посчитал что я самый умный я сейчас обмануя всех страховую я узнал про первая гарантийная там компанию даже по мне существует уже не суть они давали за небольшую может был купить небольшой сертификат недорогой на год гарантии на коробку двигатель я думал отлично я купил машины и dsg сейчас куплю себе сертификат и в случае чего я поменяю dsg друзья как бы я не злился что я прошел у официального дилера диагностику и потом поехал в эту гарантийную компанию покупать сертификат и там мне уже сказали что да мы даем на коробку гарантию но грубо говоря не на dsg то есть на нет грубо говоря когда серёга полез читать но он же понятно от чего себя захотел страха страховать вилка мехатроник сцепления а там она прописана я хотел разозлиться сказать да вы обманщик и так далее но кто в этой ситуации обманщик то был это по сути как проходил обмануть и воспользоваться вот чужим вот я был тот момент был обманщиком хитрым чуваком хитрым чуваком да понимаете поэтому обижаться тут не стоит действительно я хотел купить проблемную коробку но чтобы мне ее отремонтировать почему-то кто-то другой то есть да а ну почему-то кто-то другой давайте поставим жирную точку в этом видео наши ребята недавно скинули в рабочий чат скрин ну еще это группа видимо вконтакте по подбору очень жесткий ответ клиенту но черт побери не могу сказать что он несправедливый и когда вот человек задал тот самый вопрос который уже озвучивал типа что будет если у меня накроется на мой пример двигатель и на что ему эта компания ответила а почему вы решили что ваш автомобиль должен чинить кто-то другой как ты еще сказал жесткая но справедливо пожалуй но ребят будем более лояльны если у кого-то есть потребность переложить ответственность на кого-то мы доставим такую возможность мы будем давать реальную гарантию на ремонт двигателей коробки без вот этих ограничений возврат только вознаграждение забор этого не будет будет реальный ремонт коробки его реальный ремонт двигателя да все друзья спасибо огромное за внимание пишите вопросы мы обязательно по ним пройдемся наши клиенты которые это будут смотреть если вот как бы вы не были довольны например результатами подбора или недовольны напишите пожалуйста то есть у меня же в группе вконтакте нашей висит от большими прям буквами выделили по всем вопросам качество нашей работы ребятки пишите потому что если вы не хотите нам помогать стать лучше помогите другим людям чтобы они встали хотя бы с той точки зрения зайдите все огромное спасибо за внимание ставьте нам лайки подписывайтесь на канал ставьте лайки и а я неправильно сказал подписываться потом ставить лайк да и переходить сообщества вконтакте там на самом ли очень много интересного и вот всякие спорные ситуации которые мы выкладываем на стену вы точно так же можете высказать свое мнение это достаточно интересно и полезно для нас в том числе спасибо пока